Золотое кольцо России, Сергеев Посад, Переславль-Залезский, Ростов, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль и Владимир. В этих городах можно было побывать 21 ноября, посетив детский сад «Золотая рыбка». Для музыкальных руководителей дошкольных образовательных учреждений Пушкинского района там организовали экскурсионно-развлекательный тур по Золотому кольцу России. «Широкие Волги, Песы-Кострома, Большинки-Резны, Чудотерема, Города старинные, мастерами славные, улицы Кузнечные, улицы Кончарные». Первым местом стал Мышкин. Этот город входит в список населенных пунктов, посещаемых в рамках тура по Золотому кольцу России. Славится это место единственным в мире музеем мыши. Представили город Мышкин дети из младшей группы. Милые маленькие мышата станцевали для гостей. «Мы представляли город Мышкин. Этот город связан с мышами. А вы знаете, мыши связаны с деньгами. Если у вас завелись в доме мыши, это к деньгам». Затем все очень быстро переместились в серьги в посад. Это единственный город Московской области, включенный в Золотое кольцо России. Представили серьги в посад девочки-матрешки из еще одной младшей группы. «Я согласна ваша, всех наследник ваших, художник-кандидат. Я и русский царапан. Добедит платочек мой, радостный каймой». А вот чтобы рассказать гостям о городе Переславль-Залеский, пришлось приехать самому царю Бериндею. «Мы про Переславль показывали, что в нашем городе очень много музеев. Он славится русским флотом, началом. Петр Первый начал русский флот российский. Но мы представляли все музеи, а самое главное – синий камень, который исполняет все желания. И наше чудо-дерево, на которое мы повязали ленточки, и наши все желания сбылись. «А ребята, они кто были ваши помощники? Это наши детки, русские конфетки. У нас их много в Переславле, все хороши». После царя Бериндея на сцене появился еще один колоритный персонаж – медведь. Наш косолапый друг пришел из Ярославля. У себя в городе он легенда. Кроме того, медведь еще и символ всей России. Такая важная роль досталась Егору. «Мальчик у нас такой могучий достаточно, ответственный. На роль медведя очень пригодился». «Летит сильный. Сильнее людей. Сложно было играть медведя? Да. А что было сложно? Просыпаться. Голова тяжелая, весь костюм нет. А как ты с ним справился? Да. Знакомство с Уздалем началось с частушек. Девочки из средней группы пели и танцевали. Особенностью города являются мастерицы-рукодельницы. Все вместе девочки пряли и шили. В конце у них получилось целое одеяло. «Ты сыграй, гормонь, на ямко, небра очень синее. Сусть-то ямки, сусть-то ямки, девочки красивые». Завершением тура по «Золотому кольцу» стала Москва. Всем удалось побывать и на ярмарке, и посмотреть танец «Твист», и, конечно же, посетить Красную площадь. «Великая слава кладет настояние на все времена». Участие в презентации приняли все шесть групп, поэтому показать все города из «Золотого кольца» не получилось. Выбрали те, которые интересны родителям и детям. Одним из этапов подготовки к проекту было посещение самих городов. «Это была грандиозная работа, проделанная всем коллективом, педагогическим составом. Мы представляли город Ярославль, один из древнейших городов России. С ребятами делали как и занятия проводили, так и беседы. И дети ездили в Ярославль, экскурсию с родителями совместно». Создан проект «Золотое кольцо России» был три года назад творческой инициативной группой детского садика «Золотая рыбка». Для экскурсионно-развлекательного тура написали целый сценарий. Проект является долгосрочным и показывают его ежегодно. «У нас здесь выступали детки, некоторые из них были аутисты, некоторые детки с ДЦП. Но вы их даже и не поняли, потому что они так старались, такие молодцы. И со всеми детьми у них было такое настроение позитивное, и они себя, как в этой роли, показали хорошо». В детском садике «Золотая рыбка» уделяют особое внимание нравственно-патриотическому воспитанию. Здесь детям рассказывают историю страны и прививают им любовь не только к России, но и к своей маленькой родине. Мы задаем вопрос детям, где вы отдыхали, что вы видели. Обычные беседы с детьми. Соответственно, дети у нас отдыхали в основном в Турции, в Египте. И как так вот? То есть все там знают, все видели, плавают, загорают. А здесь историю своих городов никто не знает, даже города Пушкина. Понимаете? Поэтому это была актуальной темой. И вот в связи с этим и родился такой проект. Всем музыкальным руководителям Пушкинского района, которые побывали на презентации выступления детей, понравились. У некоторых даже не было слов, чтобы передать свой восторг. Кроме того, проект имеет и интерактивную часть. Почти в каждом номере воспитатели предлагали поиграть зрителям. Например, в Суздале гости исполняли частушки. Я свеколка, я милашка, фиолетовая рубашка. И украшаю я вообще веневрите и в борще. Евгения Коломит, Владимир Парфенов, Александр Девкин, Пушкинское телевидение.